Добрый день! Сегодня рассмотрим интересную новинку от компании Yuxin. Здесь написано Corner Helicopter 2х2 Magic Coupe. Вот такая коробочка. Техническая информация. Выглядит очень бюджетно. Размером с обычную трешку. Чуть побольше, наверное, 58 или 60 мм. Прозрачный бокс. Стоит дорого. Ну, для вот такого невзрачного кубика на вид. Инструкции в комплекте нет. Все тут простенько. И что же это такое? И вертолет, и 2х2, и куб. Все вместе. Логотипчик Yuxin. Маленький. Наклеечка. 2х2. Вращается. И так, и так. Можно сделать пиф-паф. Видим вращение уголков. Как Ready, но скорее нет. И видим вращение ребер. Получается и угол, и ребро. И еще угол. Таким образом можно перемещать. Ну, как бы дозвать прям со всем вертолетом тяжело. Так как наиболее близкий представитель это Clover Plus от ЧАИ. Где также и 2х2 есть. И реальное вращение, как у коптера. И здесь можно менять форму. Вот так вот. Yuxin'овский экземпляр форму не меняет. Но головонка достойная. Мне понравилось. Она не сложная и включает различные механизмы сборки. И что немаловажно, неплохо вращается. Посмотрим, как это выглядит. Внутри черный пластик. Сверху пластинки. Но черный пластик не везде. Например, вот уголки чисто из цветного сделаны. Помним, пирамидка. 5х5. Тоже черный пластик внутри. И пластинки сверху. И здесь, если присмотреться, не знаю, видно ли на камере, то вот эти вот пластинки, которые на черном пластике, они, ну, черным чуть просвечивают. А те, которые на цветном, они с другим оттенком. На белом заметно, к крайней мере мне. И на остальных тоже немного. То есть вот уголки, они как бы посветлее, а вот этот крест потемнее. Быть может, камера передаст. Ну, это мелочи. Вращаем как 2х2. Вращаются неплохо. Магнитиков нет. Единственное, что я нашел, вот здесь вот ничего нет. Просто чуть заедает. А есть некие фиксаторы на боковых элементах. То есть здесь вот такое пупырышко. И ответная часть внутри вот здесь. Помогает ли? Не особо. Мимо проскакивает. Но иногда, когда нужно повернуть именно ребро, цепляется. Не знаю, для чего сделали. Вот сейчас вот цепляется. Ну, цепляется, видимо, не этим. А какими-то этими внутренними деталями, за что-то еще. Но, видимо, это должно как-то преработаться в процессе. Не сильно раздражает. Ну, момент такой есть. Учитывая, что мне одновременно приехал и гриль первый, который сильно туже, и я вспомнил про гриль второй, где тут никаких фиксаторов нет, и при вращении 3х3 можно пленить так, что проще бывает в другую сторону повернуть. Ну, можно сказать, что хеликоптер 2х2 от Хьюксина вращается потрясающе. Но совершенство, конечно, всегда можно сделать более идеальным. Ну, наверное, преработается. Я несколько раз собрал. Вполне все приятно, интуитивно, как обычно. И раздражения от сборки не испытываешь. Просто приятно собирать. Перемешивается, в принципе, неплохо. Из-за того, что движения 2х2 очень легкие. Вспомним Морфа и Леонор Октавию, где 2х2 вращается плохо. Главное, вот я разбиваю все как можно сильнее. Причем после движения 2х2, чтобы лепецки путешествовали как-нибудь подальше. Ну, допустим, перемешано. Хотя вот это вот еще лучше разделить. И как-нибудь так вот помешать. Вот перемешанное состояние. Вполне красивая, приятная головоломка. А для начала нужно развернуть вот эти вот уголки в соответствии с центрами. Центры вот эти как части углов на 2х2. Возьмем двушку для ориентира. И вот уголок. У него три цвета. И мы видим вот центр, вот центр и вот центр. Но они друг относительно друга не перемещаются. Это все части одного уголка. Бело-синий-красный. И тут бело-синий-красный. Если мы вот этот уголок повернем, то мы восстановим вот это вот все. То есть сам уголок относительно вот этого элемента никуда не перемещается. Перемещаются только вот эти вот двухцветные ребрышки. Поэтому первым делом можно все вот эти вот маленькие уголки развернуть так, чтобы они с центральной частью совпадали. Можно начать только с белых. Собрать белую грань. Так. Вот этот еще. Тут все совпадает. Тут и тут. Далее собираем кубик как 2х2. Любым способом, доступным. Главное не запутаться в цветах. У них тут большой хаос. Вот я ставлю белый-зеленый угол рядом с белым-зеленым. Сюда нужен бело-оранжевый. Где такой? Вот он. Да, и вот уже три белых элемента рядышком. Еще один. Вот этот. Мы видим, что вот белый слой собран. Уже что-то вырисовывается. Дальше, так же как 2х2, ориентируем что-нибудь сверху. Ну и здесь, если присмотреться, один угол правильно ориентирован. Остальные три нужно развернуть. И это рыбка. Ну, либо другими способами можно разворачивать. И остается переставить. Видим, вот эти два угла стоят хорошо. Ну и можно любым алгоритмом вот эти два переставить. Я использую T1 для этого. Здесь вполне свободно можно вращать как 2х2. Первый этап собран. 2х2 готов. Дальше нужно собрать ребра примерно так же, как на Clover+. Единственное отличие. Собирать будем, как вот эти вот ребрышки. Ну, на Clover+, они единственные, а тут их несколько. Как это здесь делалось примерно? Один элемент, второй элемент. Соединили. А потом сюда по цветам какой-нибудь бело-зеленый. Каким-то образом сюда поставили дальше вот этот. И так далее. Потом с возвратными движениями. Здесь же сразу движения должны быть возвратные. А 2х2 уже зафиксировано. Начнем, к примеру, с белой стороны. Вот здесь бело-красная стоит на месте, если присмотреться. Одно найдем второе, бело-красная. Она вот здесь. Ну, зря развернул. Теперь мы вот это ставим на место этого. Разворачиваем и возвращаем. Ставим так. Разворачиваем. Возвращаем. Очень похоже на Clover+. Вот 2 элемента на месте. Ну, это самые простые ситуации. Сейчас посмотрим все. Бело-синий надо сюда поставить. Кстати, зеленый можно вот так вот повернуть, чтобы два ребра на место встали. Зеленый тоже встал. Бело-синий. Вот, кстати, бело-зеленый сразу можно вот сюда поставить. Выбиваем тот, который стоит. И разворачиваем. Теперь бело-синий нужно до конца. Вот бело-синий. Развернем здесь. Отсюда. Ставим сюда. Двойным движением разворачиваем. И возвращаем. Остается оранжевый. Пока сложного ничего не было. Вот оранжевый тот. Setup move сюда. Поднимаем. Вращаем. Опускаем. И отменили первое движение. Так. Нужно еще бело-оранжевый. Вот, наконец, что-то поинтереснее. Вот бело-оранжевый. Надо поставить вот сюда. Setup move. Делаем обмен. И отменяем. Два на два собран. И вот уже четыре белых двойных ребра на месте. Пока было легко, соберем противоположную грань. Здесь вот сине-желтый на месте. А второй сине-желтый вот здесь. Пока неудобно. Посмотрим, есть ли какие-то желтые, которые легко поставить. Вот зеленые стоят. Оранжевый стоит. К примеру, вот этот. Желто-оранжевый. Надо поставить вот сюда. Мы его сначала перенесем сюда. Ставим на это место. Разворачиваем. Возвращаем. И отменяем первое движение. Бело-оранжевый на местах. Было бы неплохо красно-желтое собрать. Вот здесь элемент. Но надо вот сюда. Не очень удобно. Я сначала разверну его, чтобы он остался снизу. Потом место отведу назад. А это вот в удобное положение поставлю. Поменяю. Немного клинит. Главное не забыть порядок сетапов. Так. И обратно. И вот желто-красный уже стоит на своем месте. Смотрим еще. Вот еще один. Но и тут попроще. И видим этот здесь, а этот с другой стороны. Значит, сначала какой-то из них развернем. Теперь обменяем. И отменяем. Красно-желтый. Зелено-желтый. Оранжево-желтый. Синя-желтого не хватает. Где он у нас? Вот сине-желтый. Его нужно вот сюда. Вставим так. Ну, давайте этот развернем. Ну и вот. Мы собрали белые двойные ребра. И желтые. Но оставшись собирается очень легко. Без всяких сетап-мобов уже по одной оси. Видим зелено-красный здесь. Два готовые. Синий-красный должен быть здесь. Красиво стоят. И синий-оранжевый. И зеленый-оранжевый. Ну, здесь он будет развернуть. Ну и все. В таком порядке собирать мне показалось удобным. Дальше остаются вот эти вот крайние ребрышки. Двухцветные. Они собираются просто, но чуть помедленнее. Ну, начнем. Опять с белой стороны. Я собираю как с флоями. Нижние. Потом вот этот ярус. Этот. И уже на желтый. Вот этот элемент. Он отсюда. Делаем пиф-пафы. На пирамидке. Так. Встал на место. Дальше. Ну, эти белые-оранжевые опять. Можно этот элемент тащить сюда постепенно. А можно сделать вот такой стоп-мов. И поставить вот сюда. Подведем место. Вернем. Отменим это движение. Главное не забыть отменить вот это. Иначе эти двойные ребра перемешаются. Так. И вот так. Вот уже белый-желтый готов. Дальше. Вот этот белосиний. Он здесь неплохо стоит. Но мы можем сделать вот так. Временно поставить его вот сюда. Заодно у нас белый-зеленый переместится. И отменить. После чего вот этот переставить сюда. Отведем в сторону. Подведем место. Стало хорошо. Вращаем. Здесь белый-зеленый. Пусть пока тут полежит. Хотя можно уже и сразу. Нам вот этот надо вот сюда перенести. Делаем такой сетап-мув. Этот поближе. То есть пока два сетап-мува. Теперь делаем пиф-паф. Уголок. Стоять. Ребро. Уголок. И повезло так, что они оба встали на место. Но ребро не пришлось возвращать, так как был сетап-мув. Вот это вот вернем для порядка. Оп. Так. Теперь. Ну, видимо, вот это. Сюда нужно поставить. Бело-красное. Делаем пиф-паф. Неплохо. Так. Бело-синий. Он отсюда. В принципе, можно сделать вот так. Просто поближе подвести. Пока вот это не ломать. А здесь пожертвовать вот этим. О, многим чем пожертвуем. Ну да ладно. Синий главное поставим. А с этим сейчас разберемся. Так. Вот этот сломался. Мы его сейчас вернем. Так, чтобы не ломать еще что-нибудь. Ну вот. Вот этот бело-красный сюда поближе подведем. Придется опять вот это сломать. Но мы переживем. Так. И в итоге мы собрали белую грань целиком. Собираем теперь вот эти вот нижние элементы. Тут осталось собрать два. Синий-красный. Вот этот, кстати, он с верхней стороны нам не подойдет. И еще вот этот зелено-оранжевый. А синий-красный мы вот сломали недавно. Но так же легко его и починим. Отведем в сторону. Подведем место. Вставим. Вернем. Так. Синий-красный на месте. Сначала нижний. Зелено-оранжевый. Вот здесь. Подведем поближе. И вот сюда его. Так. 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 И восстанавливаем ориентацию. Так. Получается, нижний слой 2х2 теперь готов. Теперь вот эти вот собираем. Все не желтые. Ну, здесь уже стоп-мува 2х2 можно не делать. Либо делать, но в другой плоскости. К примеру, вот это, чтобы поставить сюда. Сделаю такой стоп-мув. Такой. Сделаю обмен. На что-нибудь. Не важно. И поставлю все на место. Ничего не сломав. Далее. Вот этот синий-оранжевый. Отсюда. Зелено-оранжевый. Сюда нужно. Давайте зелено-оранжевый. Можно все-таки сделать стоп-мув вот такой. И теперь здесь такой пиф-паф. На то, что собираются желтые, пока особого внимания не обращаю. Но при возможности буду сохранять, чтобы они не ломались. Здесь, в принципе, у нас уже ребро стоит. Пусть и это остается. Так. Зелено-красное дальше. Можно вот так поближе подвести. Сюда поближе. Еще ближе. И вот отсюда пиф-паф. Ребро. Угол. Ребро. Ну, угол пусть стоит на месте. Был стоп-мув. И остается вот здесь вот синий-оранжевый. Ну, тут не сложно. Так. И вот так. Остается только желтый слой. Только желтые элементы. Ну, вот здесь одно ребро стоит. Можно вот продолжать, чтобы они вот распространялись, собранные. Чтобы не ломать. Вот это зеленое. Сюда подвернем. Так. Здесь собралось. Поэтому я пока так оставлю, чтобы вот это желто-красное сюда перенести. Так. Вот так. И ребро, ничего не ломая, развернется. Это вернем. Вот уже осталось. То всего три ребра осталось. Ну, простейшим пиф-пафом здесь можно все закончить. Никаких паритетов я здесь пока не встретил. Если они бывают, кто-то знает, напишите в комментариях. Но я сделал вот несколько сборок. Пока ничего не было. В общем, головоломка неплохо вращается. Конечно, кое-где цепляются. В основном вот это вот ребра. Я думаю, разработается. Я даже не смазываю еще. Два на два вот вращается хорошо. Магнитики бы сюда еще. Но я думаю, их просто некуда было поставить, чтобы они корректно работали. Ну, или бы не хотели. Так, головоломка интересная. Интересная и вполне доступна даже начинающим любителям головоломок. Здесь надо уметь собирать два на два. И дальше интуитив. Пиф-пафы. Ну, от пирамидки что-то пригодится. Здесь даже если вспоминать кловеркуп от Лан-Лан, там подобная какая-то картина. Ну, а тут есть возможность изменения формы. Да, то есть можно вращать вот так вот, чтобы все менялось как-то. Здесь же все проще, все легко, форма не меняется. Ну, либо я не нашел, как это делается. Здесь просто вариантов даже нет. Нельзя поставить ребро как-то вот так, чтобы как-то еще сдвинуть. И уголок повернуть на неполный, не знаю сколько градусов, чтобы что-то изменилось. Ну, я не нашел такой возможности. Соберут многие. Выглядит, конечно, интригующе, пугающе. Но собирается не особо сложно. Вполне рекомендую головоломку. А если брать, к примеру, Magic Tower, вот этот второй, циркулярный. И вот эта разница в цене, ну, конечно, есть. Но лучше взять вот это чуть подороже, чем вот это. Особенно, если у вас есть циркулярная пирамидка версии 1. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.